Во всем мире обсуждают встречу Владимира Путина с руководителями международных информагентств. Большой обстоятельный разговор на полях Петербургского международного экономического форума продолжался почти до полуночи. На встрече с президентом России участвовали представители 16 стран. По оценкам Кремля, руководители этих информационных агентств формируют около 80% всего мирового новостного потока. Глава государства ответил на самые острые вопросы иностранных журналистов про Украину, выборы в США и отношения с европейскими лидерами. Также обсудили экономическое развитие России. В прошлом году у нас рост экономики 3,4%. В этом году, в первом квартале текущего года, рост экономики России составил 5,4%. Больше того, Всемирный банк пересчитал. Мы ставили перед собой цель, по данным международных структур финансово-экономических, мы были на пятом месте по паритету покупательной способности в мире. На пятом месте. И ставили перед собой цель выйти на четвёртое место. Я думаю, что вы следите за тем, что и как считают коллеги в международных финансовых институтах. Всемирный банк недавно совсем, вот недавно, на прошлом деле, по-моему, посчитал наш ВВП и пришёл к выводу, что мы обгоняем Японию. По мнению Мирового банка, Россия сегодня четвёртая экономика мира по паритету покупательной способности. То есть, эта цель достигнута. Также в ходе встречи Владимир Путин отметил развитие отношений с Китаем, Ираном, Казахстаном и Белоруссией. По мнению президента, есть достаточно хорошие перспективы сотрудничества в области торговли и высоких технологий. Россия, по его словам, открыта для сотрудничества со всем миром. Конечно, на выгодных для себя условиях.